Приветствую вас. Я бы сказал, что ваш страх денег идёт из-за того, что родители придавали им чрезмерное значение. Деньгам я имею ввиду. То есть деньги для ваших родителей были чуть ли не камнем предсказания, да, вообще всё упиралось в деньги. И именно из-за этого, из-за этого и вам привилось, скажем так, похожее понимание, похожее восприятие денежных стрессов. Такое, каким оно было у ваших родителей. И деньги для вас это то, чего вы, вероятно, считаете себя недостойной, может быть. Деньги это то, чего вы считаете себя, для чего вы считаете себя недостаточно хорошей, может быть. Деньги это то, почему, может быть, вы испытываете проблемы с любовью к себе. Деньги это то, что сталкивает вас с реальным миром. И деньги это то, что не позволяет вам чувствовать себя, на мой взгляд, ну, скажем так, может быть, полноценным. То есть именно денежный эквивалент, именно денежный эквивалент заставляет вас вступать в конфликт самой собой. Интересно, что деньги всего лишь средства. Деньги, что интересно всего лишь внешняя сторона вопроса. А в действительности, в действительности, ситуация заключается в несколько ином. То, что деньги вам дают. Ну и здесь, конечно, я так полагаю, нужно проходить, безусловно, тренинги по денежным отношениям. И учиться деньгами пользоваться. То есть делать так, чтобы вы могли заставлять деньги работать на вас. А не так, чтобы вы работали, грубо говоря, на деньги. Значит, если дело из детства, как вы говорите, то тут однозначно работа с детскородительскими отношениями. И однозначно прорабатывать то внушение картины мира, которую вам дали ваши родители. То есть, вот вы говорите, что постоянный страх, когда приходит зарплата. А чего боитесь? Что стоит за страхом, как бы, дальше? Ну вот, пришли деньги. Да, пришли. А боитесь-то вы чего? Вот сами вы чего боитесь? Что скрывается сзади камеры? Полагаю, что будет лучше, если вы подумаете, как следует о том, что именно скрывается за вашим страхом денег. Потому что не в них самих дело, не в деньгах, а именно в том, как вы их воспринимаете. Именно в том дело, как вы их позиционируете, как вам место они занимают в вашей жизни. Если значение денег для вас велико, а судя по всему, это именно так. Значение денег для вас очень велико, как я это видел. Если значение денег для вас велико, то его нужно снижать. И все. И тогда у вас, я полагаю, все нормализуется. Но давайте сразу скажем правильно, сразу, что если вы не будете работать над собой в этом направлении, если вы не будете работать, например, с тем же психологом, то проблема никуда не уйдет, она не исчезнет. Проблема так и будет вас беспокоить до тех пор, пока вы, наконец, не поработаете с психологом и не разберете, вот, собственно, свои проблемы. То, чего вы боитесь. По сути дела. Вот. Так что, думаю, вот таким образом можно ответить на ваш вопрос. И уже работать с причинами. То есть, дело не в деньгах. Еще раз вам повторяю. Дело именно в том, как вы их видите. Вот. А что касается советского периода, который был и постсоветского периода. И что касается 90-х годов, как вы говорите, то, опять же, к этому нужно просто менять свое отношение и все. То есть, если вы будете это делать, если вы будете менять отношение к этим аспектам, то я полагаю, и ситуация со временем тоже будет меняться. Вот. Ну, очевидно, очевидно, что стрессовая ситуация, которая у вас имеет место быть, она нуждается в разборе. И в разборе более таком, конкретном, более подробном, более длительном, чем тот, который вы выбрали. То есть, у вас страх в клинике, проблемы из детства, а вы говорите, что скажете по этому поводу. Вот. И как с этим жить, что с этим делать? Разбирать. Работать. А терапия, психотерапия, вот постепенно, 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 какое значение для вас имеют деньги, какое у вас сейчас семейное положение, вот, если у вас свои собственные дети, в какой ситуации финансовой вы живете и так далее. Все вот это вот нужно разбирать с вами. Потому что страх денег, это как любой страх, это глубинное состояние, это глубинное переживание, с которым вы живете не один кот, и в одно счастье оно так не уйдет. С этим нужно работать. И это, как консультирование, вот, психологическое консультирование, консультирование, это вот то, что вам можно сказать, то можно сказать, как с этим жить. Ну, а если говорить о том, как именно жить, то я думаю, что правильным ответом будет смещение, смещение акцентов с денег, смещение акцентов с денег на вас. То есть дело не в деньгах, а в вас. И вы боитесь не получать зарплату и не покупать что-то, а вы или боитесь каких-то посредствий определенных, либо вы, например, создать себя недостойным или недостойным. Вот, а так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Естественно, тут очень много вам можно дополнительных вопросов задать, например, тесто я уже задал. Вот, и, собственно, только вот работать, работать и работать вам. Да. А так, ну, я вам рекомендую вот представить себе то, чего вы боитесь. Ну, то есть, вот, именно по факту, то есть, то есть, что это значит, по факту. То есть, вот, если вы чего-то боитесь, да, то вы, соответственно, боитесь каких-то последствий, да, ну, определенных последствий вы боитесь. Вот, я бы хотел, чтобы вы попробовали, ну, ответить себе на вопрос. А каких именно последствий, да, вы боитесь? Каких именно последствий? И представьте себе, представьте себе, что это уже произошло, что это уже случилось, что вот это уже свершилось, я бы даже сказал. То есть, свершилось вот то, с чего вы боитесь, и, собственно говоря, именно из-за того, что это свершилось, вам нужно исходить. И с того, с этого, с вашей жизни, то это уже произошло. И с этим нужно что-то делать. С этим нужно как-то жить дальше. Поэтому, ведите себя так, ведите себя так, как будто, вот, то, чего вы вам боитесь, уже случилось. А параллельно, параллельно, задавайте себе вопрос о том, значит, так ли страшно то, чего я боюсь. Так ли, реально страшно то, чего я боюсь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. А если у вас какие-то вопросы дополнительные остались, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...